Следующая задача, похоже, вызвать выполненность 3-КНФ. 3-КНФ это то же самое, только там в каждой скобке не больше, чем 3 вот этих вот литералов. Переменная или отрицание называется литерал. 3-КНФ, значит, это КНФ в каждой скобке, в каждой скобке не больше, чем 3 литералов. А вот там вот, если вы заметите, у нас получилось 4-КНФ. А там получились скобки из 4-х. Вот, соответственно, дальше такая теорема, что можно выполненность любой-КНФ, выполненность КНФ, значит, можно свести к выполненности 3-КНФ. Понятные условия? Значит, тут, смотрите, тут вот предварительное изучение логики в этом месте можно даже повредить. Да, потому что в логике есть вот теорема, где-то, что любую формулу можно привести к КНФ, но не отри КНФ. И, в принципе, можно даже еще такую теорему сформулировать, что вообще выполненность произвольной формулы тоже сводит к выполненности 3-КНФ. Но вот эта вот теорема вторая не доказывается так, как Александр Алексеевич рассказывал, да, что мы возьмем там таблицу истинности, так и идем к отрицанию. Это все на самом деле не будет работать, потому что если у вас n переменных, то размер таблицы истинности будет, сколько, знаете, 2 в степени нет, правильно. А 2 в степени нет, это не полено, а слишком много, поэтому у вас нет времени выписывать всю таблицу истинности и с ней что-то делать. Вот. Но нам тут и не требуется писать КНФ, которая эквивалентна исходной формуле. Нужно только написать формулу такая, что если исходная выполнима, то наша тоже выполнима. А если исходная не выполнима, то наша тоже выполнима. В частности, у новой формули может быть больше переменных. То есть она даже не обязана от тех же самых переменных зависеть, а просто у нее должна быть такая же выполненность. Вот. Значит, это делается так. Первая теорема. Пусть у нас есть скобочка, в которой есть 5, например. 5 каких-то путеводов. А или В, С или Д или Х. Тогда мы ее заменим вот на такие 3 скобочки. Значит, А или В или Х. И отрицание И или Х или С или И. И отрицание И или Д или И. Значит, ну и вот так нужно со всеми скобочками сделать. Значит, такая вот идея. Смотрите, если у вас исходный скобок, значит, если в исходной скобке была хотя бы одна единица, да, например, В равно единица. Тогда вот в этих трех клубах, в скобках, первая будет истина за счет В. А остальные можно сделать истинным за счет И и Х. А именно их взять нулем, тогда вот это будет истинное. И Х взять тоже нулем. Тогда вот это будет истина. Если, например, С был истинным, тогда у нас средняя скобка истинных за счет И скобных. А дальше Х нужно взять единица, а И нужно взять нулем. И снова все страницы. Если же у нас в исходной скобке все были нулями, то тогда из этих трех тоже хотя бы одна будет нулема. Потому что Иса Игрика хватит только на три из трех скобок. Потому что, как бы, е ходит в две, а не противоположные. То есть, он только одну может сделать истинный. И Х только одну может сделать истинный. Значит, поэтому третья должна остаться ложной. Ну, вроде ясно, да? Но это не сильно удлиняет формулу. Да, это важно. Да, это не сильно удлиняет формулу. И ясно, как это запрограммировать, чтобы это, как бы... Это быстрое преобразование, которое не сильно удлиняет формулу. Вот.